В следующем занятии о нашем месте, да, в еврейском и христианском мире. О месте мессианских евреев и о месте евреев и неевреев в мессианской общине. И мы не разобрали еще одну группу неевреев. Возникает иногда вот такой интересный парадокс. С одной стороны, да, закон будет для всех един. И для евреев, и для неевреев. С другой стороны, мы встречаем, что вот, значит, еврею нельзя давать деньги в рост, а нееврею можно давать деньги в рост. Там, не кошерное еврею нельзя давать, да, а нееврею можно давать, да. И вот некоторые говорят, что по этой причине евреи относятся презрительно к неевреям. И как бы происходит дискриминация. Это происходит непонятие из-за того, что в той же Библии страдает переводом, нет адекватного перевода понятий на русский язык. В данном случае там, где говорится о неевреях, которые как бы второго сорта, да, утреблено совершенно другое слово. Помните, мы говорили, евреи, которые живут, да, среди евреев, неевреи, которые живут среди евреев, это гер, пришелец, да. А там другому пришельцу отдай это. Получается, там употреблено другое слово. Соне. Соне означает корень ненавидеть или отличаться. То есть, тот человек, который остается чужой. Есть люди, которые, живя в еврейском обществе, остаются чужими. Была такая разновидность людей среди евреев, вышедших из Египта? Были. И именно они создавали проблему. Помните, а среди некоторых там пришельцев начали появляться обнаруживающие прихоти. И там употреблено слово эруф. Эруф означает смешение или в еврейской торе это переведено слово как сброд. Потому что бокер прояснять, да. Эруф это делать неясным. Эруф. Эруф. Смешивать. Эруф. Смешивать. И это слово переводится в некоторых еврейских библиях, там вот те касаются людей, сброд. То есть, вот люди, которые живут среди евреев, но они не принимают еврейский закон, они не принимают еврейского бога, тем самым они отличаются, да. И они ненавидят евреев. Вот поэтому есть такие места и там, где законы, что, значит, еврею нельзя давать деньги в рост, мы будем говорить о еврейских законах, да. А вот пришельцу, вот там употреблено имя слово санэ, не гер, а именно вот такие пришельцы, которые не признают бога еврейского. Вот им можно делать то-то, то-то. И также, если разорванное, помните, каким-либо животным, нельзя есть евреев, но можно отдать таким людям. Это, кстати, первое место, где употреблено слово треф. Треф означает разорванное. Помните, кошер – связывать, да, треф – разрывать. И мы говорили, что когда Ишуа говорил об этих понятиях, связывать-развязывать – это, ну, конечно, можно говорить в отношении связывания-развязания дьявола, но по смыслу это говорится о именно праве галаху устанавливать, да, либо разрывать. То есть, какую-то вещь объявлять чужим, некошерным, чужеродным. Вот в этом отношении говорится о таких людях. Ну, кстати, вы знаете, когда кошерное мясо едят евреи, а некошерное что они делали? Они собирали, да, что это некошерное мясо, рубили, набивали в некошерные кишки, и это называлось колбасар. Всякое мясо, да, колбасар. И сейчас поэтому произошло такое слово колбаса. И вот эти люди, ненавидящие евреев, поэтому к ним и было соответствующее отношение. Но это вовсе не говорится, что не евреи являются людьми второго сорта. Теперь мы продолжим. Я сегодня хочу теоретическую часть больше преподать, а с завтрашнего дня мы будем уже практически говорить о раздельных, отдельных видах законов. Сейчас мы дадим определение религии, составных частей религии и наших приоритетов. Те, кто учились раньше, знают, но я кратко объясню это, потому что это нужно, если мы говорим о законах. Религия – это религаре, латинское слово, означает быть соединенным с чем-то. То есть система верований основана на связи человека с чем-то или с кем-то. С высшим существом, абсолютом, духом, либо с богами, да, какими-то. То есть религия, это религары, быть соединенным, это система верований, основана на том, что человек ощущает связь с чем-то или с кем-то высшим. Это может быть один бог, тогда говорят о моноистаистической религии, или может быть много богов, да, тогда говорят политоистической религии. Религия – это система взглядов. А всякая система, она отличается стабильностью, стремлением восстанавливать равновесие и самовоспроизводимостью, а также стремлением расшириться за счет других систем, стремлением к самозащите от любых нестабильных факторов, как извне, так и изнутри. Религия – это система взглядов, и мы говорили, всякая система, да, любая система. Живой организм – это система, социальная система, империя, допустим, государство. Любая система, она обладает определенными свойствами. Она отличается стабильностью, стремлением восстанавливать равновесие, самовоспроизводимостью, стремлением расшириться за счет других систем, стремлением к самозащите от любых нестабильных факторов, как извне, так и снаружи. Как вы думаете, религия – это хорошо или плохо? Мы говорим, что религия – это нормально. Это может быть хорошо или плохо в зависимости от того, как конкретный момент мы относимся к этому, или как она воспроизводит по отношению к другим системам, допустим, религиозным или социальным и так далее. Потому что некоторые говорят, что религия – это плохо. И вот среди харизматических особенностей лидеров есть такое мнение, что все, что плохое – это религия. Все, что хорошее – это вера. Ни одна религиозная группа не сможет существовать сколь-либо достаточно времени, если она не выработает свою религию, то есть систему взглядов. Поэтому у харизматов можете поверить тоже в своя религия. С чем отличается религия от религиозности? Когда вот эта система взглядов занимает место Бога. Вот тогда возникает религиозность. То есть религия – это нормально, это служебная такая система. Но если эта система становится выше Бога, это называется религиозность. И это уже плохо. Религия, мы уже говорили на других занятиях, я здесь написал, религия состоит из трех составных частей. Так, что мы говорили? Религия, вера, вера, культура и политика. Значит, фундаментом и основой является вера. Это то, во что или в кого мы верим. Вера – это то, во что или в кого мы верим. Вера обычно выражается системой постулатов или доктрин, которые выражает наше понимание веры. То есть вера – это система постулатов или доктрин, выражающих наше понимание веры. Но мы говорили, что в принципе иудейская религия не имеет ацинговых танкрин, да, теологических. Шма и Сраэль, Адонай и Лагейн, Адонай и Хат. Но даже в иудаизме Рамбам сделал свой символ веры, да. Есть свой символ веры у христиан, Дикео-Цареградский символ веры, например. Есть свой символ веры у иудеев. Это Рамбам придумал 13 принципов веры. Я сейчас подробно о них останавливаться не буду. Там есть кое-что хорошее и есть кое-что плохое. С одним я согласен полностью, с другим я согласен совершенно. Но это определенная система. Доктрины, они существуют сами по себе. Где-нибудь есть доктрины в Библии? Нет. Ну, помните, Адонай и Хат – это единственная доктрина. Но в Библии говорится о различных свойствах Бога. Бог, Он действительно всемогущий, вездесущий, Он верный, Он неизменяемый и так далее. Но как таковых доктрин нету, да. Доктрины – это есть толкование, это результат толкования. Наши истины. И поэтому, допустим, христианская устная тора базируется на учении отцов церкви. Есть христианская устная тора, которая базируется на учении Лютера, Кальвина, Дарвина, знаете, и других. И на основании этих взглядов и формируется их Голоха. У евреев тоже, естественно, есть своя Голоха, которая базируется на своих религиозных взглядах. Почему это происходит? Есть истина и правда. Чем отличается правда от истины? Истина – вечно. Правда меняется, да? Правда может быть своя у каждого. Да. Истина – объективна. Да? А правда у каждого своя. Есть комсомольская правда, пионерская правда. Был свод законов русская правда. Можете поверить, у Гитлера тоже своя правда. И у Саддама Хусейна была своя правда. И у сатанистов есть своя правда. То есть так, как они понимают то, что они хотят. Если вот муж и жена, допустим, разводятся, кто из них прав? Да. По отношению к правде, у него своя правда, вот, скажет вам все. И равен сказать, что да, ты прав, да? У нее своя правда. Но в отношении истины и тот, и тот, и другой грешит, да? То есть, правда субъективна. Правда есть наше понимание истины. Если взять, вот, допустим, на детекторы лжи. И пусть это действительно, ну, нет, в любом случае, обманывает детектор лжи. И вот там посадили Хатабыча, который говорил, что Земля плоская и находится на трех китах покоится. И он будет это говорить. И детектор лжи скажет, что это ложь или нет? Потому что для него это абсолютная правда. Но если я буду говорить, да, что Земля квадратная, то, естественно, я буду лгать. Потому что для меня это не является правдой. Мои убеждения. То же самое вот относительно теории эволюции. Да, для одних это считается правдой, для других это не считается правдой. А истина, она существует объективно. Итак, обязательно отметьте, есть объективная истина и наше толкование ее. И вот именно вот в этих вопросах толкования нашей истины у нас возникают проблемы. Я проведу такой анекдот, который показывает христианское отношение к доктринам. Очень хорошая иллюстрация. Как-то теплым утром, я еще раз, я говорю, не критикую христианство вообще, понимаете. Я критикую то, что в христианстве есть неверное. Есть и выведы из неверное и так далее. Как-то теплым утром шел мужик и увидел другого мужика, стоящего на перилах, явно с намерением прыгнуть вниз. «Остановись, не делай этого». Почему? В жизни столько прекрасного, ради чего стоит жить. Ну, например, задумывайся. Ну, вот ты верующий или атеист? Верующий. А я тоже. А ты христианин или еврей? Христианин. А я тоже. А ты католик или протестант? Протестант. И я тоже. А ты приверженец епископальной церкви или баптист? Баптист. Ну, надо же. Я же тоже. А ты баптист церкви Бога нашего или баптист церкви Христовой? Я баптист церкви Бога нашего. Я тоже. А ты баптист ортодоксальной церкви Бога нашего или реформированной? Реформированной. Ну, просто невероятно. Я тоже. А ты баптист реформированной церкви Бога нашего 1879 года или баптист реформированной церкви Бога нашего 1915 года? года, 1915 года, умерзкий еретик, сказал первый, и столкнул второго вниз. Видите, как часто бывает, да? То есть, доктрины, вот эта система взглядов, она людей разделяет, и там, где нет любви Божьей, и где нет живого общения с Богом, да, она способствует только разделению и вражде. Вот. И как мы можем познавать как мы можем познавать истину Божию? Еще раз говорю, что наше познание, наша правда, она всегда будет немножко отличаться от истины. Об этом говорит апостол Павел, что мы можем увидеть, когда вся история закончится, да, лицом к лицу. Сейчас же мы видим, как сквозь мутное стекло. Что значит мутное стекло? Мутное стекло – это та вся система взглядов, которая сформировалась у нас в жизни. А так как наша жизнь, по большей части, прошла не с Богом, да, то в этом мутном стекле очень много мути нехорошей. Очень много нехорошей мути. Вот вы помните, мы говорили с вами, что есть Талмуд, Вавилонский и Иерусалимский. И вот один человек решил приехать из Вавилонии в Израиль. Один равен. И для того, чтобы изучить Иерусалимский Талмуд, он постился целую неделю и просил Бога о том, чтобы он забыл все, что он знал ранее. Ну, это как притча, да? Ну, в действительности, вот это наша система взглядов, и это есть то мутное стекло, которое мешает нам познать истину. Но все же истину можно познать. Иначе мы не могли бы просто жить и влуждали бы в темноте. Что нам нужно для познания истины? Я думаю, что три вещи. Прежде всего, это Слово Божие. Потому что сказано, что все Писание Бога вдохновенно, вы помните, и полезно, да? Второго, первого, третьего, четвертого. Это второе Тимофея, третья глава, шестнадцатый, семнадцатый стих. Дальше, разум. Разум. Некоторые недооценивают разум. Особенности это бывают среди хализматических лидеров, да? Которые считают, что Слово Божие, оно все равно научит, это Дух Святой. Можно ни о чем не задумываться, вот, когда будет помазание, вот, тогда будет все хорошо, да? Знаете, это, ну, как собрались, три мальчика. Одного баптист, пастор, отец, другого пастор, пятидесятнический, вот, а третий пастор, этот, да, а третий пастор харизматический. И вот он говорит, мой папа, он обложится, баптистский говорит, мой папа, он обложится книгами, библиями, учением, и там десять часов там составляет эту проповедь. Вот. А пятьдесятник говорит, а мой папа, он, значит, пять часов составляет проповедь, а пять часов молится на языках. Ну, а харизматический говорит, а мой папа вообще не думает. Правда? Ну, это анекдот. Но, в действительности, разум нам необходим. Безусловно. И, например, в Таразаконии 4 глава 6 стих говорит, «Итак, храните и исполняйте их, то есть заповеди, ибо в этом мудрость ваша, и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут, вот только этот великий народ, есть народ мудрый и разумный». Чем отличается мудрость от разума? Мудрость без разума – это страшная. Разум без мудрости – это страшная вещь. Знаете, можно быть разумным преступником. Правда? Да. Неразумный преступник может украсть вагон хлеба там. А разумный преступник, да, он украдет железную дорогу. Правда? Но есть мудрость. Есть мудрость Божия, которая позволяет нам поступать по Божьим законам, а не по человеческим законам. И мудрость дает Господь. То есть, мудрость есть и разум. Мудрость всегда выше разума. Поэтому разум нам необходим. Мы не должны быть идиотами, да? Но мы должны быть мудрыми. Разумными и мудрыми. Мудрость. Да, мудрость, помните. Хохма – мудрость. Мы сейчас об этом будем говорить подробнее. И в Новом Завете говорится о разумном служении Богу. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в шерту живую, святую, благоводную Богу. Для какого служения? Разумного служения. Римлянам 12 глава, 1 стих. И третье, что нам необходимо – это Дух Святой. Когда придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. Это Иоанн Георгий Иоанна, 16 глава, 13 стих. Потому что не о себя будет говорить, но будет говорить, что услышит. И будущее его свистит нам. Итак, три вещи, которые необходимы нам. Тора, или Слово Божье. Второе – разум. Без разума мы не можем, да? Но должна быть еще и мудрость, которая выше разума. И третье – это Дух Святой. Это Дух Святой. В иудаизме различают три этапа познания истины. Мы знаем хаббат, да? Хаббат – это одно из течений иудаизма. В частности, хасидизма. В хасидизме тоже очень много течений. Не только хаббаты. Есть еще хаббат, да? Есть еще хаббат Любавичи. Это более такая узкая. Но я еще раз говорю, что это все ярлыки, да? Мы все адвентисты, потому что мы верим в пришествие Мессии. И адвентисты даже хасиды, потому что они тоже верят в пришествие Мессии. Да? Вот мы баптисты, потому что верим в погружение водное. И евреи ортодоксальные тоже баптисты, потому что они погружаются в Мику перед субботой. И так далее. Это все ярлыки, да? Это все ярлыки. Ну, это хаббат само по себе. Я не говорю, что я сторонник учения хаббат. Но это правильное понимание. Хохма, мы говорили, мудрость. Хохма – мудрость. Мудрость – это начало всего, да? Мудрость – это что? Это страх Божий. Я когда вам говорил о страхе, да, я сказал, что есть четыре вида небожьего страха, да? Я вам забыл еще про один вид страха. Так что допишите там. Первый страх – это естественный страх. Второй страх – демонический страх, да? Третий страх – это религиозный страх. И четвертый страх – это страх перед людьми. Ну, то есть страх быть отверженными людьми. Он нам мешает, например, евангелизировать, да, идти к евреям. Или вообще говорить с соседям своим. Многие из вас вот всех соседям говорят о Боге. Нет, правда? А что, боимся? Чужому легче сказать. Ну, я его встретил, он ушел. А соседка… А соседка каждый день, да, да. Ну, понятно, ну, понятно. Я-то когда… Я когда-то… Помните, я продал дом, купил себе сыну квартиру. В общем, меня, правда, ограбили там еще остаток, что оставалось. Ну, это интересная история. Но что самое интересное, что потом сестра моей жены пришла туда на место этого дома. И там ей соседи сказали, что они сектанты. Они пообещали ему, что отправят его в Израиль. Дом заставили продать, забрали. И так в Израиль не отправили. Так что, видите, это абсолютная ложь. Это абсолютная ложь, вы понимаете. Да, ну, люди выдумывают. Люди выдумывают. Вот. Поэтому мы боимся людей. Вот этот страх людей. Но это все не Божьи страхи. Должен быть только страх Божий. Это почтение, уважение перед Богом, да. Страх в выполнении Его заповеди. И этот страх, кстати, приносит нам радость. Потому что надо радоваться с трепетом. Да? Со страхом. Вот. Страх Божий приносит радость. Как и удивительно. Вот какой страх может приносить радость? Мы логически это не можем понять. И страх Божий – это совершенно другое название. Ере-малка, да? Ере-малка. Ере увидит. Бог увидит. Ере. Он увидит. Хорошо. Итак, хохма – это мудрость. Мудрость идет от страха Божьего. Начало мудрости – это страх Божий. И без мудрости наше изучение Слова Божьего будет неполноценным. Бина. Бина – это разум. Это результат нашего размышления над Словом Божьим. Это сознание душевное на уровне разума. Бина. Бина – это сцена, а бина – это разум. Это наше размышление. Оно нам необходимо? Абсолютно необходимо. И даат – это уже познание. Это высшая степень понимания. Когда познание Божьей истины становится моим внутренним содержанием. Видите, на иврите слово «йодэ» – «я знаю», да? И «я умею». Это одно и то же слово. Если я знаю, то я умею. Или говорят «я практикую это постоянно». Знаете, есть такая газета «Едиот Ахренот», которая ничего плохого не означает, а означает «последние новости». И вот «Едиот Ахренот» обвинили в том, что она, так сказать, Ельцина объявила пьяницей. Но получается так. Это, опять-таки, вопрос перевода. Этот интервью собирающий журналист спросил у Ельцина, а правда, что вы много пьете? Он сказал «я знаю, как пить». Ну, я не знаю, пил он или не пил. Не будем говорить плохо о президентах. Вот. Я знаю, как пить. Получается, «они йодэ ли штот». Да? «они йодэ ли штот». То есть, я знаю, я умею, я это практикую постоянно. Газета «Таймс» перевела эту израильскую газету «I have a practic drink». Понимаете? Ну, перевод правильный смысл, получился другой. Получается так, видите, что если я что-то умею, значит, я это практикую постоянно. Я это знаю, я умею, я это практикую постоянно. Говорят о том, что у евреев это сугубо монотеистическая религия. И там нет места множественности Бога. Я сейчас не буду об этом говорить. В самом символе веры, шма – Исраэль, адонай – эл-агейну, адонай – эхад. Адонай – раз, эл-агейну – два, адонай – три, и все это будет эхад. И по традиции это произносится на одном дыхании. То есть, в самом символе веры еврейской заключена троичность Бога. Но есть еще такое понимание. Видите? Отец, Бог – Отец, соответственно, как христианское понимание, это Агашем. Агашем – адонай. То есть, мы не произносим ю-гей-вау-гей имени. Я думаю, что он звучит «я-гаве», но есть определенные причины не произносить. Я не буду сейчас тоже об этом останавливаться, правильные они или нет. Ну, традиционно не произносятся. И это Отец. Это Отец. Он творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Правда? И вторая личность, которая, говорится, это, я верю, что это Иешуа, в греческом варианте он называется «логос». Да? А как слово «логос» можно перевести на иврит? «Давар». Да? «Давар». А на арамейском «мемра». Поэтому я поставил «давар», «торо», «логос» и «мемра». Это все синонимы, только на разных языках. «Давар» – слово на иврите, «логос» – на греческом, да? Вот. И «мемра» – на арамейском. И это «торо». Удивительно, что в еврейской традиции «торо» имеет намного большее значение, чем просто написанный свиток. Правда? Если мы почитаем некоторые высказания, еврейские мудрецы, они говорят, что «торо», она сошла с неба. Она имеет небесную природу. Когда Бог создавал весь мир, Он смотрел в «торо». Но есть и аналогично в Новом Завете. Правда? Что, когда говорится о Ишуа, все было им, для Него сотворено. И посредством Его, да, все стало быть, что существует. И без Него, без «логоса» ничего не стало быть. Стало быть, есть нечто такое божественное, да, которое является таким же божественным, как Бог, но не является Отцом. Есть в еврейском понимании. Дело в том, что потом вот эти все вещи были законспирированы, замаскированы еврейскими равенными. Во времена Ишуа это было более открыто и более понятно. Кстати, видите, «мемра» и «рема» с чем-то эти слова похожи, да? Вот, друг с другом. Потому что «давар» – это слово, которое мы можем прочесть, а «мемра» – это живое слово. Живое слово. То есть, может быть, как «рема». И когда говорится, что вера от слышания, а слышание от слова Божьего, чтобы вы понимали, что слышание – это не означает, что я взял вот это слово и прочел. Там употреблено слово Божье – «рема». То есть, это особое слышание, которое дается чем? Духом святым, да? И называется «рема» как откровение. И третья часть, соответствует Духу Святому, это «шехина». «шехина» происходит – это что? «шехен» – сосед, «шехуна» – квартал, да? Это «шехина» – это святость Божья, которая реально обитает в нас, да? Нас и с нами. И это, как говорится, есть объективность Божья, дана нам в ощущении. Кто присутствие «шехины» ощущал на себе? Правда? Я думаю, что любой верующий, рожденный свыше, хотя бы один раз ощущал присутствие «шехины». И это реально, и это объективно. Хорошо. Еще говорится об откровении Божьем. Откровение будет по-еврейски. Видите, «апокалипсис» – это по-гречески. Некоторые говорят, что «апокалипсис» – это что-то такое ужасное, да? Вот многие там фильмы есть, называется «апокалипсис». В действительности, «апокалипсис» – это откровение. Откровение на иврите будет «теуда». «Теуда» – это что? Это буквально свидетельство. «Теуда» зовут – это документ, да? Называется свидетельство. Так называется документ. Например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. И еще мы говорили о таком молитве в духе, которая называется «Кавана». Однажды один из таких, ну, я так думаю, что ортодоксальные евреи, может быть, просто который пришел посмотреть, на наше служение спросил, ну, вот как ты понимаешь молитву в духе? Нет, чисто интуитивно, чисто сразу высказал «Кавана». И лишь только потом я прочел, что действительно молитва в духе – это можно назвать «Кавана». То есть, Дух Святой, Он дает нам что? Откровение, «теуда», Он свидетельствует, да, свидетельствует о ком? О Ешо. И Он дает свое свидетельство, и Он дает свое особое, свое особое помазание молитвы. «Кавана», помните, мы говорили? «Москав», налоговая инспекция, да, место, направление. «Кавана» и «Кебану», да, собирание букетов по-японски. «Кабан» по-японски, портфель. Потому что японцы тоже произошли от евреев, если кто не знает, да. Вот «Кабан», просто «Кабан». От слова «Кабана». Да, «Кабана». Хорошо. Дальше. Вот мы должны слушаться Духа Святого, правда? И очень важно, чтобы наши действия не опережали действия Духа Святого. Видите, как, пример, действует Дух Святой? Вот как хирург. Сначала он моет руки, правда? Потом дает больному наркоз, а потом вырезает то, что нужно вырезать. И Дух Святой, он дает свои откровения бережно. Он никогда не откроет постороннему то, что хочет сказать человеку наедине. У меня бывали такие случаи, когда Дух Святой, и я верю, он либо во сне, я часто во сне, Духом Святым, так сказать, умудряюсь, естественно, потому что это по Писанию в моем возрасте, и дает некоторые вещи, которые я должен сказать другим людям. Ну, я говорю, пусть они сами понимают. Честно говоря, я сам боюсь такими вещами заниматься, такую практику. Потому что лично я верю, и я убедился, что Дух Святой обычно дает прежде всего откровения в отношении меня самого. Я однажды был на одной домашней группе христианской, пятидесятнической, и там, понимаешь, Бог начал давать откровения вот одной женщине о том, кто, понимаешь, святой, кто не святой, и кто тут грешит в церкви. Я такому человеку заткнул рот. Поверьте, такие откровения, это либо твои откровения, либо, может, тебе дьявол осуждающий дает. Если, в крайнем случае, он может тебе сказать, вот, пойди этому человеку, допустим, и скажи то-то, то-то, то-то. Но это не откровение для того, чтобы выносить все наружу. Вы сами понимаете, нужно быть бережным и быть мудрым. Вот однажды на домашней группе один человек сказал, что он занимался раньше анонизмом. Ну, как говорит Карлсон, дело житейское. Ну, дело житейское – это грех. То, что мы делаем в быту или не делаем, это грех. Я не говорю, что это. Но это дело житейское. Но после этого, почему-то, на него стали совершенно по-другому смотреть все люди. Правда? Я еще раз говорю, будьте мудрыми с теми откровениями, которые вам дает Бог, и с теми откровениями, которые дает вам по отношению к кому-то другому. Да, и вы должны понимать, что сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и Сынам нашим. Поэтому не надо стремиться у Бога, у Бога чего-то искать, какого-то особого откровения, которое нам не дано. Это относительно познания Бога, относительно истины. Конечно, об этом еще можно говорить. Второе – это культура. Культура. Культура, она что? Это результат жизни общества. Есть цивилизации, которые базируются на науке, а есть цивилизации, которые базируются на культуре. И есть цивилизации, отстающие в научном смысле, но они выше культуры. Кстати, ислам в этом отношении выше американской цивилизации. Потому что, если взять современную американскую цивилизацию, она не божья. Согласны? Нам приезжают божьи люди, но они сами чужие в этой цивилизации. Ислам более культурен, хотя это тоже не божье. Но, когда смотрят мусульмане на то, что делают с запада, приезжают люди, и, в частности, некоторые верующие, и некоторые христиане приезжают с запада, они смотрят и говорят, нам этого не нужно. И они Христа не примут. Правда? И в этом отношении евреи, кстати, культуру всегда имели более высокую, чем культура окружающих их народов. Это не похвала евреев, это потому, что они народ Божий. И Бог хранит евреев. Вы знаете, что самые высшие выдающиеся ученые, музыканты, врачи, композиторы, это были евреи, да? То есть, деятели культуры. Деятели культуры. Да, культура – это результат жизни общества. Это то, что сплачивает общество и отличает данную общественную группу от другой общественной группы. Составные части культуры. Традиции. Традиции – наиболее консервативная часть культуры. Без традиций невозможна стабильность существования какой-либо группы. Культура – второй центр поклонения. Два-два, можете написать. Центр поклонения. Это Бог или боги, идолы или материальные предметы, реликвии, святыни. Видите, в иудаизме нету ничего, что могло бы служить сейчас материально для поклонения. Храма нету, нету скрижалей, да? Вот, нету ковчега. Единственное, что есть – суббота. Суббота – особый день, который Бог отделил. То есть, освящение времени, да? Еврейские праздники – это тоже освящение времени. То есть, Бог так сделал, что мы ничему материальному не должны поклоняться. Но есть идолы, или мы сами создаем идолы – это то, что для нас дорого, правда? Есть реликвии, святыни, святые предметы, святые места. Даже у атеистов и коммунистов были такие реликвии, правда? Свадьбы, причем, надо делать у Вечного Огня, традиции Вечного Огня. На Артамит – это тоже еврейская традиция и так далее. Способы поклонения – это литургия. Есть христианская литургия, есть еврейская ортодоксальная литургия, у пятидесятников своя литургия. Эта литургия может быть зафиксирована, например, в Сидуре, да? Вот, у пятидесятников есть свой Сидур. Есть, называется, Песня Возрождения, правда? Тоже есть свой Сидур. И у харизматов есть своя литургия. Одни говорят, что можно прославлять Бога танцами, другие говорят, что нельзя. Одни, что можно играть на музыкальных инструментах, другие, что нельзя. Вот видите, были очень большие споры между православными и христианами, потому что одни снились двумя перстами, да? Двумя перстами, третьи, да, другие тремя перстами. Кстати, самые первые христиане, они, оказывается, прикладывали пальцы к колбу и к сердцу. А уже потом из-за этого уже развилось крестное знамение. То есть, видите, интересная такая вот. Это как на Востоке, знаете, да? К колбу, к устам и к сердцу, да? Прикладывают. Есть свои герои. Это пантеон героев, мучеников, герои веры, святые, пламенные революционеры и так далее. Есть своя мифология. Да, мифология. Различные мидраши, агады у евреев. Есть своя мифология у христианских и так далее. Этические ценности. Этические, мы уже говорили, этика, да? Что такое хорошо и что такое плохо. И есть эстетические идеалы. Эстетические, что красиво, что некрасиво. Символика. И все это входит в культуру. Какие проявления культуры? Поведение человека или этикет. Отношение к слабым, к детям, старикам, больным, пришельцам, инородцам, инаковерующим, инакомыслящим. В некоторых культурах верующих и инакомыслящих уничтожали. В некоторых культурах запрещалось ночевать инородцам в доме. Вот вы помните, когда ангелы пришли в садом, да? Что сделали с ними? Хотели их изнасиловать, да? Это тоже, видимо, была культура того народа, который там был. Одежда. Одежда. Видите, да. Платье. Это семель, да? Платье. Сомаль, да? Сомаль. А семель – это символ. То есть, отсюда происходит. Платье, оно по одежке встречает, оно является символом тоже человека. То, как мы выглядим и то, как мы поступаем. Второе проявление культуры – это то, что мы слышим. Музыка, пение, танец, манера речи, лексика, свой жаргон. Даже у воров свой жаргон, кстати, основан сейчас на наидыше, да? По традиции. Есть такая своя религиозная феня у пятидесятников старых. Там домы, сосуды, да? Знаете, есть такой анекдот. Ваши доценты считают проценты и носят в портфелях документы. А вот наши доценты считают проценты и носят в портфелях документы. И считаешь, что это более круто. Ну, каждый хочет круто выглядеть, круто говорить, чтобы отличаться от всех других. Да. Третье – это то, что мы видим. Это изобразительное искусство, архитектура, дизайн, скульптура, иконы. И, кстати, само слово «икона» означает что? Изображение, да? И так далее. Танцы, которые мы можем видеть и слышать. И четвертое – это литература, проза и поэзия. И все это относится к культуре. Есть одна замечательная книга. Написал ее Дон Маккерри. Называется «Семья Авраама. Исцеление сломанной ветви». Я прочел эту книгу. Она перепагала мою жизнь, потому что я ее прочел тогда, когда я учился в школе для миссионеров мусульман, для мусульманских народов. Ну, там я оказался единственный татарин, поэтому, хотя я не совсем татарин и вообще не мусульманин, но меня направили в эту школу. Закончил, кстати, в маяках, да. А потом уже стали на базе этого, уже институт открыли, вот этот еврейский. Там в этой книге говорится о мусульманах и, в частности, о арабах, о потомках Авраама. И я понял, что это очень серьезно и очень важно. Исцелить сломанную ветвь и собрать всю семью Авраама вместе. И вот Дон Маккерри в этой семье, в этой книге пишет. Я вспоминаю кошмарный сон, приснившийся мне тогда, когда я читал лекции о христианстве и культуре на миссионерских курсах в Пакистане. Мне приснилось, что ко мне пришли старейшины деревни, в которой жили пять тысяч мусульман, и сказали мне. Мистер Маккерри, два года вы проповедовали многие из нас о Христе, а теперь мы уверовали. И мы убедили всех в нашей деревне поверить в благую весть об Иисусе Христе. Теперь мы готовы, чтобы вы крестили нас и научили нас христианской культуре. Тут я проснулся в холодном поту и спросил себя, а что такое христианская культура? Американское пресвятерянство, британское англиканство, светское пятидесятичество, культура южных баптистов, племутских братьев, армии спасения. И постепенно до моего сознания дошло, что христианской культуры просто не существует. Есть лишь Христос, преображающий культуру повсюду, где кускают корни Евангелия. И вот видите, именно в культуре, даже часто не в теологии, а именно в культуре возникают самые тяжелые противоречия. Ну, например, в пятидесятнике и харизматы не всегда любят друг друга, да? А вопрос только в том, как прославлять Господа. Я не говорю сейчас о теории преуспевания, я против нее, но она не является теологической какой-то важной теорией. Это просто понимание некоторых людей, хотя я против нее. Но я сейчас не говорю о теории, но в основном не в теологии, а в культуре проблема, правда? Потому что тоже нет теологии преуспевания как таковой. Когда говорится о преуспевании, здесь говорится прежде всего о пребывании в Боге, об общении с Богом, да? Вот в этом отношении преуспевания. А не в том, что все мы будем миллионеры. Это тоже есть парадокс нашей культуры. Потому что мы все нищие, да? Бедный человек, знаете, и есть такое понимание бедных, как они смиренные. А есть такой рашиз, значит, злыдень. Злыдень. По-украински переводится. И вот вы все злыдни. Всем нам хочется миллион, всем нам хочется машину, да? И вы должны подойти к нашему пастору и попросить с идиотским смехом. Дай миллион, дай миллион. Да, один проповедник проповедовал тут и пророчествовал. Здесь, в Одессе, да. Что ты будешь миллионером, ты будешь миллионером, ты будешь... А Валентин Катан подошел, думает... Ну, сейчас он мне тоже скажет, ты будешь миллионером. Он на него посмотрел. А ты слишком много думаешь. Божий пророк. Тот, кто слишком много думает миллионером, не станет. И вы понимаете, община из-за них миллионера – это абсурд. Бог сделал одних богатыми, другими бедными. И каждый имеет свой дар. И не должен никто думать, что кто-то богаче его. Итак, 2 Коринфянам 4.5. Там говорится, когда мы говорим о культуре, мы действительно должны нести свою культуру. Потому что мы не можем ее не нести, правда? Но прежде всего, Ишуа Мессия. Поэтому 2 Коринфянам 4.5. Мы не себя проповедуем. Да? Мы не себя проповедуем. Потому что если мы проповедуем себя, то мы проповедуем свою культуру, свою систему взглядов, свою литургию и все остальное. Но мы должны проповедовать, прежде всего, Ишуа Мессия. А остальное культура приложится. Но все же, видите, христиан развила своя культура, зачастую противоположная еврейская. Хотя традиции еврейских праздников и многих вещей, которые происходят в церкви, традиции церковные, произошли от традиций еврейских праздников, например. И так далее. Но сейчас идет восстановление. Восстановление еврейского церкви. Был такой пастор Дитер Банхофер. Возможно, он послужил прообразом пастора Шлага в 17 мгновений весны. Это был баптистский пастор немецкий. И он примыкал к группе, которая пыталась уничтожить Гитлера. И помните, когда было покушение на Гитлера, его тоже арестовали и посадили в концлагерь. И там перед смертью он написал небольшую тетрадку с пророчествами. Он говорил о четырех вещах. Он говорил о четырех принципах ре-иудаизации христианства. Христианство исторически оторвалось от еврейских корней. Сейчас что происходит? Возвращение христианства к еврейским корням. Первое, что говорится. Будет восстанавливаться библейское понимание человека, понимание женщины, понимание брака. Ну, например, в христианстве существует такое понятие, как грех, вот именно, ну, рожденный грех, как он называется? Первородный. Первородный грех, да? И это понятие привело к крещению младенцева. Раз ребенок рождается грешником, значит, надо побыстрее покрестить. Это совершенно неправильное понятие. Тогда как есть аналогичное. Ецер А-тов и Ецер А-ра. И именно злое начало вошло из-за непослушания Адама. И передается, да? Ецер А-ра. Но не первородный грех. Ребенок не рождается грешником. Он не идет в ад. Но как только он начинает что-то делать и отвечать за свои поступки, да? Вот тогда он может пойти уже в ад. Душа, которую дал Бог нам чиста. То же самое отношение женщины. В отношении, как говорят, брака. Я это слово не люблю. Брак, браки получаем. Правда? Бракованные все. Бракоделы. Сплошные кругом. А супружество, кедушин, высшая степень святости. Второе – это восстановление этических ценностей иудаизма. Третье – меньше будет уделяться внимание теологии. И больше будет уделяться внимание Богу. Мы видим реально это происходящее. И четвертое – что будут развиваться новые нетрадиционные конфессии. Новые нетрадиционные конфессии. Ну и третья часть – это политика. Политика тоже без политики, не может существовать никакая группа. Если некоторые говорят, наша церковь, она вне всякой политики. Знаете, быть вне всякой политики, вы согласны, что это тоже политика? Да? Поэтому политика тоже нам необходима, хотя она не должна занимать главенствующую роль. Хорошо. Давайте сделаем перерыв.